Добрый вечер, уважаемые любители спорта, уважаемые любители вольной борьбы. Мы вновь вас приветствуем в центре спортивной подготовки «Триумф». И у нас сегодня ждут полуфиналы во всех 10 весовых категориях. Степан, тебе слово. Ну, какие пары у нас? Начинается самая жаркая часть дня, самая интересная полуфиналы, друзья. В принципе, кого разводили, все так и дошли у нас до полуфиналов. Очень интересные схватки нас ожидают. Хотелось бы пробежаться по сеткам, сразу сказать, какие схватки мы со Степаном будем вещать, транслировать и комментировать, друзья. Первая у нас весовая категория, олимпийский вес 57 килограмм. Здесь у нас... Да, Игулан Иванов, Республика Саха-Якутия и Артур Чебодаев, Красноярск. Интересная схватка нас ожидает. Два бросковых борца. А по другой стороне у нас будет Рамис Гамзатов и Муса Мехтиханов. Здесь мы, конечно, поддержим Республику, посмотрим местного спортсмена. Вторая у нас... Вторая весовая категория 61 килограмм. Здесь у нас мы будем смотреть Муслима Мехтиханова, да, очень титулованного борца. И также Ахмед Идрисов, друзья, два титулованных борца из Дагестана встретятся уже в полуфинале. Тоже интересная схватка. Следующая схватка в 65 килограмм здесь встречаются два Тувинца. Тувинский у нас финал получился. И Зир Телюш, и Кежик Чимба. Но Кежик Чимба также параллельный зачет. У него идет Красноярск. Ну и 70 килограмм. Самый долгожданный вес, друзья. Здесь Курбан Шираев и Виктор Рассадин, друзья, все ждут эту схватку. Трибуны уже все наполнены. Да, ну и параллельно у нас тоже один из наших лидеров, тоже Константин Капрунов, встретится с Дагиром Шахиевым, чемпионом мира. В общем-то, эта весовая категория будет самой, конечно, для нас ожидаемой. Ну и помимо Игулана Иванова из Республики Саха-Якутия еще два борца будут бороться, да, сейчас представит Степан. Да, также у нас Виктор Рассадин. Ну, следующий у нас 74. Здесь у нас Давид Баев будет с Монголом выступит. Вот, но мы схватку будем смотреть в 74. Анзор Закуев и Тимур Бежоев. Да, два друга сойдутся, два земляка с Кабардино-Балкарии. Уже третий финал, они так, третий полуфинал встречаются вместе. Тоже интересная схватка. Будем наблюдать два бросковых борца. Друг друга очень хорошо знают. Следующая весовая категория 79. У нас, здесь у нас Роман Николаев. Вот, Республика Саха-Якутия будет против Владислава Лапаева. Еврейская автономная область. Следующая весовая 86. Артур Найфонов. Конечно, мы будем смотреть призера Олимпийских игр против Дмитрия Зайнигинова. Красноярский край. В 92 у нас будет бывший капитан, да, Нюргюн Сиргин против Тажудина Мухтарова. Тажудин Мухтаров является финалистом чемпионата России в Каспийске. Тоже очень интересная схватка нас ожидает. В 97 мы посмотрим Шамиль Мусаев и Аюр Немаев, друзья. По другой у нас стороне будет международная схватка Иран против Монголии. Ну и в 125 посмотрим Иранца против Зелимхана Хизриева. Да, Амир Реза Масуми против Зелимхана Хизриева. Вот такие у нас пары сегодня. Ну а мы уже готовы показывать первую пару. Гулан Иванов у вас на экранах в центре ковра. И его соперник Артур Чебодаев, красноярец. Воспитанник сильнейшей сибирской школы вольной борьбы имени Индиашвили. Йоргия Дмитриевича. Да, сейчас в разминочном зале плотно так разминались. И Иванов, и Артур Чебодаев. Артур, конечно, сегодня показал очень содержательную, красивую борьбу. Не зря он вышел в полуфинал. Ну, конечно, то же самое касается у Игулана Иванова. Но, мне кажется, его схватки были более близкими. Он на характере, скажем так, вышел тоже. И вот посмотрим, как он себя проявит в полуфинале. У него соперник очень непростой, конечно. Да, схватки у нас начинаются по общему свистку, друзья, на двух коврах. 57 килограммов, да, очень удобно, что вот полуфинал у нас практически как финальные поединки будут по двум коврам проходить. Не просто как соревнования, а уже как отдельное событие. Даже, может быть, успеем по две схватки смотреть, если будут заканчивать быстрее. Да, постараемся, конечно. Я бы, конечно, хотел, чтобы все-таки в 70 развели на наших борцов. Отдельно бы пока провели эти схватки. Потому что, ну, понимаем, что все ждут этих схваток у нас в республике. Пятеро борцов в полуфиналах. Ну, и будем, конечно, сегодня очень сильно болеть. Ну, начало схватки. 30 секунд уже пролетело. Пока центр ковра за собой держит Иванов. Тоже поддавливает, прошломговывает. Воспитанник Мигина-Кангалатской школы вольной борьбы сейчас перед вами в красном трикоте. Ну, и в республике, конечно, был в лидерах. Потом немного сдал. Ну, травму, наверное, да. Так, забегает Артур Чебодаев за спину. Нужна посадка. Еще не посадил. Защищается, не отдает. Да, два балла. А на одном дыхании, конечно, Чебодаев сейчас борется. Да, такой накат уже он проводил. Хорошо у него получался. Плотно затягивает. Да, и напомним, что параллельно у нас тоже очень серьезная схватка между Рамизом Гамзатовым и Мусой Мехтихановым. Два тоже дагестанца. Но Рамиз Гамзатов представляет Ставрополье. Он чемпион России. Ну, и Мусой Мехтиханов тоже призер России. Очень сильный состав. Еще раз повторим. Те полуфинальные пары, которые мы вам назвали, они, конечно, вселяют такое очень серьезное впечатление. Состав действительно очень хороший. При том, что, конечно, при нынешних условиях проводить международные турниры очень-очень сложно. За что мы должны поблагодарить организаторов, да, прежде всего, Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, Министерства спорта Республики Саха-Якутия. Конечно, главу, да, Республики Василия Сергеевича Николаева, при поддержке которого юбилейный турнир и проводится на таком уровне. Да, одна минута осталась до конца первого периода, пока вот счет открыт со стороны Артура Чебодаева. Забрал два балла, пока без сцены. Ошибка здесь, конечно, велика. Выход в финал международного турнира. Да. Ну, Иванов будет выкладываться. В полуфиналах терять абсолютно нечего. Надо прямо идти до конца, до последней секунды. Вот, бороться до конца, кто проигрывает. Поэтому второй период ожидает быть очень жарким. Сейчас еще тренерский штаб, я думаю, проработает. Ну, видно, что настроен, конечно, и Гулан. Да, настроен, понимает, что столько людей, столько за него пришли поболеть, поддержать его. Поэтому в любом случае покажет хорошую схватку. Ну, надо включаться сразу, надо включаться с начала второго периода, зарабатывать активити тайм, навязывать свою борьбу. Вот, я думаю, что тренерский штаб восстановит, подскажет. А это команда Красноярского края. Город Красноярск. Турчий Бадаев. Да, на ковре Б пока ведет, ведет Рамис Гамзатов. Да, с минимальным счетом тоже 1-0 ведет Рамис Гамзатов. В принципе, на двух коврах практически одинаково проходят схватки в таком стиле в защитном. Да, ищут, ищут, чтобы соперник ошибся и поймать его на контратаке, какой-то на ошибки минимально. Здорово сейчас. Попытался поднырнуть, да. Гулан, но защитился Артур. Надо держать хотя бы, да, действительно, центр ковра, показывать активность, навязывать, попытаться навязать свою борьбу. В любом случае, уже сейчас, скоро, я думаю, что просвистит свисток арбитра, который 30 секунд будет отсчитывать, да. Пока, потому что вязкая такая борьба идет. Да, вязкая в центре. Уже минута прошла второго периода. Да, надо включаться, надо включаться. Ни в коем случае тоже до конца дотягивать нельзя. Есть шансы, в принципе, борьба такая равная. Не скажу, что Иванов там чем-то уступает сильно в классе. Артуру Чубадаеву просто надо попробовать навязать свою борьбу. Хотя бы сделать атаку, посмотреть, вот. Проверить, да? Да, сделать проверку какую-то, ну, попытка снова. Хорошо отбросил, сделал Артур, сам идет тоже, ведет в счете, пытается сделать атаки. Ну, все видит Иванов, отбрасывает ноги. Продолжается в центре такая вязкая борьба. У нас остается практически одна минута борьбы. Да, арбитр не спешит. Да, не спешит. И уже... Может быть, такая установка была, чтобы, да, в полуфиналах не сильно, да? Подстягивали спортсменов. Да, здесь уже время, здесь уже активити тайм, в принципе, не дадут. Уже осталось 40 секунд. Да, сейчас поднимается Игулан. Да, есть два балла, два балла есть, два балла есть. Надо сейчас защищать один балл. Здесь паул, да. Чебодаев 3-2. И надо сейчас свисток, свисток нужен. Да, свисток прозвучал. 18 секунд остается. Неплохо, неплохо. Сейчас, в общем-то, и балл может помочь, да, Игулану. Я так понимаю. Шисток прозвучал. Сразу же бросает Игулан вперед. Да, 16 секунд остается Игулан. Иванова. Да, сейчас, если удастся ему сейчас за ковер вытолкнуть соперника, то он же... Да, тут завязка и, да... Там, по-моему, раньше заступил, ну, мне показалось так, да. Да, не было... Мне кажется, он и имеет смысл сейчас даже челлендж скинуть. Да, там надо посмотреть. Я вот просто там завязки, там на... Ну, я вроде внимательно смотрел, вроде такого заступа. Да, Артур, он тоже понимает, видел это, поэтому даже руки вверх. Поднимает. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот сейчас... Пересмотрят уже варвзы. Да, нет, нет, да. Вот здесь я подумал, да, может быть, заступил. Но все-таки нет, не заступил. Кажется, что нет. Шанс был, конечно, да. Да, шанс был, и уже пошел в атаку, и краю зоны подвел. Прямо на последних секундах, если бы, в принципе, брал все, там одна секунда остается, все, победа была бы за ним. Нет, все-таки не заступил здесь, да? С другого ракурса бы, да, выведите. Так, а у нас Рамис Гамзатов уже выигрывает со счетом 4-0 на центральном ковре. Да, уверен, остается у них тоже бороться 17 секунд, и вроде у них тоже челлендж, тоже решают. Спорный момент. Да, челлендж выигран, все, это еще балл. Вернее, проиграл, да. Поздравляем мы Красноярский край, поздравляем Артура Чабадаева, есть один финалист. Здесь, конечно, здорово, в общем-то, да, взял балл, два балла вернее, да. Если бы здесь защитился, сумел тогда. 2-2, и уже в его пользу была бы схватка, да? Да, мы досматриваем вот челлендж на центральном ковре, Рамис Гамзатов и Мусамих Тиханов тоже 4-0, пока уверенно Рамис выигрывает. Да, всего мы 10 схваток как минимум посмотрим, если быть точнее, конечно, чуть побольше, потому что вот одна схватка завершилась, а другой мы все-таки досмотрим, да. Ну, 20, в общем-то, схваток в целом, 10 весовых категорий. 10 весовых по одной схватке, ну, на каждом ковре 20 схваток общих. Ну, еще раз напомним, что и призовые здесь очень серьезные, и каждому борцу, конечно, хочется выйти в финал и завоевать золотую медаль, получить 300 тысяч рублей призовых. Да, получается, на пьедестан у нас 800 тысяч рублей, это 300 тысяч за первое, 200 за второе, 2 третьих по 100, и тренеру победителя еще 100 тысяч рублей. Также шикарный пояс, презентация пояса, медали, медали тоже очень красивые пояса, все на высшем уровне здесь подход. Ну, и также у финалистов есть шанс побороться, да, поучаствовать в голосовании фанатов за серебряную борцовку. Борцовка из чистого серебра сделана. Да, решается челлендж, тоже спортный момент. Ну, сегодня мы вот много раз, в принципе, было челленджи, и все правильно решали, все очень корректно. Да, переживает сейчас тренер Рамиза Гамзатова Шемишемеев. Также Шемишемеев является тренером олимпийского чемпиона Заура Угуева. Также знаю, что переживает его брат Рашид Гамзатов. Очень сильно переживает за него. Да, челлендж проигран, и счет становится уже 5-0 в пользу Рамиза Гамзатова. 17 секунд, сейчас здесь Мусе надо срочно рисковать, надо идти в атаку. Да, все здесь контролирует все Рамиза Гамзатов. И выходит в финал, да. Поздравляем Рамиза Гамзатова, чемпиона России, с выходом в финал международного турнира. Встретится он завтра с Артуром Чебадаевым. Да, один финал в 57. Интереснейшая схватка сильнейшей школы и больной борьбы Дагестан и Красноярский край. Мы завтра с вами увидим в финале. Ну, а Уйгулан Иванов будет бороться за бронзовую медаль. Да, мы остаемся на этом же ковре. Следующая весовая категория 61 килограмм. Здесь брат, Муслим Мехтиханов против Ахмеда Идрисова. Да, Муслим Мехтиханов и Ахмед Идрисов. Оба они становились золотыми медалистами Кубка Ивана Ирыгина, да. Последняя ясная схватка была на Умахановском турнире в Хасавюрте, где Ахмед Идрисов одержал победу. Ну, схватка очень напряженная была, очень напряженная. Ну, я думаю, что и сейчас. Да, сейчас накал страстей. Ну, и параллельно у нас, кстати, да, Кежик Монгус из Иркутской области, да, тоже открытие, можно сказать, наверное, сегодняшнего турнира, потому что очень хорошие схватки показал. Да, и стиль борьбы такой, да, вроде пассивный, пассивный, но резко делает приемы и хорошо у него проходит. Его соперник в Дагестане с Денислан Тахтаров параллельно у них схватка проходит. Сможет ли Монгуш оказать сопротивление, да, тоже одному из представителей Дагестана, или же у нас будет дагестанский финал в этом весе. 30 секунд пока по двоям. Муслим активно-активно начал эту схватку, да, Центр Ковра за собой держит. Да, в этом году стал чемпионом Ярыгинского турнира. Попытается вытолкнуть за ковер, но он дает свисток судья. Да, судья показывает пассив Ахмеду Идрисову. Правильно сейчас, Мехтиханов все время работает, понимает, что да, надо хотя бы вот это тактическое преимущество сейчас заработать. Ну, здесь, конечно, загадывать не берется, не возьмется никто, потому что высокого класса по оборца. Да. Я думаю, кто больше сейчас даже психологически подошел, настроился на соперника. Они оба одну школу, да, представляют? Нет, разные, разные школы, да. Школу Ахмед Идрисов представляет школу УОР, а Муслим Мехтиханов сойти. Тех временем Кеджик Монгуш 3-0 делает счет. 3-0 ведет. Вообще красавец. Это открытие этого турнира из Иркутской области. Но там челлендж опять же бросили. Посмотрим. У нас пока 1-0. Последняя минута первого отрезка. Вот ноги от Идрисова. Ну и, как всегда, да, на последних секундах первого периода забирает два свои балла. Еще и в накат уходит. 4-1. Уже Ахмед Идрисов ведет. И очень спокойно возвращается в центр ковра. Вот это да, мастерство. Да, тренер получается. Муслим Мехтиханов, Адам Сайтиев. Да. И Муса Сайдух Баталов. Представитель Чеченской, да, республики. Ну, Хасаверт, город Хасаверт, Дагестан. Ну, да, это граница, да. Первый период у нас завершается со счетом 4-1. Ну, а на ковре C4-0 ведет Кежик Монгуш. Ну, если честно... Балла берет Ахмед Идрисов. Да. Да. Счет 4-1. Да. А там Кежик Монгуш выиграл челлендж. Заработал еще балл. 4-1, 4-0. У нас сразу два тувинца сегодня могут выйти в финал, потому что один точно будет. В следующей схватке мы увидим тувинскую пару полуфиналистов, да, в весе до 65 килограммов. Тезир Тюлюш и Кежик Чимба. Оба показали тоже очень хорошую готовность. Ну, и Кежик Монгуш тоже одно из открытий точно нашего турнира, можно сказать. Так, 4-1. Муслим, конечно, пытается, но технически действует. Все видит Ахмед Идриса. Выталкивает его сразу и на колени присаживается. Да, да, да. Активнее, активнее начинает включаться в борьбу Муслим и Мехтиханов. В принципе, в первом периоде он тоже изначально действовал активно. Да, есть проход от Ахмеда. Айдрисов очень экономно, да, работает. Да, да, еще одно балл. Но очень эффективно, да. Перевернул так. Травма какая-то. Видимо, травма. Пожелаем здоровья. Сейчас, наверное, медики вмешаются. По-моему, спортсмену. Колено, да? Да, что-то с коленом, наверное. Это очень опасно, конечно, да, сустав? Да. Как торпеда врывается в ногу, прям четко берет вообще. В этом положении, наверное. Да, и вот сильно. Вот здесь, наверное, дернул, да? Да. Сразу же понимает Ахмед тоже, что что-то не так и не стал дальше развивать атаку. Да. Да, мне кажется. Да, мотает головой. Видимо, не сможет. Не-не-не, да. Может травмироваться. Да. А, перемотку хочет сделать и на волевых наколенник надеть. Да. А, видимо, травма, она уже была, ну, имеется ввиду, застарелая травма, может быть, да? Да, травмировалась. Да, травмировалась. Продолжается схватка. Да, вот как быть, да, в этой ситуации тоже Ахмеду Идрисову. Тоже с Дагестана парень. И вот у него проход под левую ногу, в травмировую ногу, да, вот так пройти. Есть ли? Кирзиком Монгуса мы поздравляем. 8-1 выиграл. Вообще, молодец, вообще. Ну, это сенсация точно турнира, да? Таких прошел сильный соперник. Ехал, стал финалистом. Да. И выиграл очень хорошего соперника. Да. Денис Лама Тахтарова. Тахтаров даже выиграл Ахмеда Идрисова в Пайковске на Семеновском турнире. Да, нас ждет интересный финал, да. А, кстати, Мехтиханов-то пока не согласен сдаваться-то без боя. Здесь накрывает. Два балла еще, да? 8-3. Нет, там был все-таки, да. Свисток. Уже после действия был. Да, сосредоточился в Идрисов. Понимает, что будет проход в ноги. Будет готовить проходы. Готов отбрасывать. Нет, сам даже идет в атаку. Сам принимает. Да, но убивает время, что называется, да? Держит соперника. Да, время таят 19 секунд. Ну, волевой парень, да, Мехтиханов. Да. Не сдается до последнего. Идет в атаку. Да, хоп, в другую ногу прошел. Тут же Ахмед, да. Но хочет перейти в атаку Муслим. И переходит 2 балла. Да, 2 балла и свисток сразу. Понимает, что время просто... 5-8. Как ты сказал, просто подтянул чуть время. Этого счета достаточно. Благодарит болельщиков. Ахмед понимает, что, да, очень много болельщиков уже в предварительный день, да. У нас три трибуны, да, сектора трибуны полностью заполнено. Еще на боковых трибунах люди тоже расположились. И говоря уже... Интересный финал нас ожидает час. Сейчас, да, ждут схватки наших борцов по телевизору, по интернету, да. Да. И я думаю, что по всей России, ну и по веру тоже... Да, Кирчим, конечно, по опыте будет, да. Опыта, наград у него побольше. Да, следующая пара, представь, пожалуйста, Степан. Два спортсмена из ТВ. Да, и Зир Телюш, друзья. Тоже, если знаете такую историю, он на Алиевский турнир выиграл в ТВ турнир. И за свой счет поехал на турнир. Вот. В Каспийске, да. На Алиевский турнир в Каспийске. И хорошо там очень выступил. Сабас Гаджи очень хорошо отборолся. Вот. Хорошую, красивую борьбу показал. Ну, чуть-чуть до пьедестала, конечно, не дотянул. Ну, прям большое уважение тому борцу. Ну, и, конечно же, у нас Кежик Чимба уже опытный борец. Очень большой багаж у него знаний, приемов. Вот арсенал приемов Красноярска. И тоже параллельный сочет Республика Тыва. Друг друга знают, я думаю, очень хорошо. Да, а параллельно у нас встречается в этом весе, в весе 65 килограммов, Артур Баттиев в Татарстан и Абрахим Аллахи в Иран. Ребята пока не форсируют события. Ну, конечно, друг друга они прекрасно знают. У меня минута пролетела пока 0-0. Но центр Ковраза с собой все равно держит. Изир Келюш показывает Кежику Чимбу пассив, друзья. Судья призывает активнее Кежика действовать. Судья призывает активнее Кежику Чимбу пассива. Судья призывает активное действие или счет в схватке будет открыть. Да, есть 1 балл, есть 1-0. Изир Келюш с минимальным счетом уже ведет. Такие равные борцы-то, да? Да, равные, конечно. Очень равные пока схватка. Когда друг друга знаешь, одна школа борьбы. Чимба с таким настроением парень борется, конечно. Но и Зир Келюш тоже хорош. Хорошо продергивает. Хорошо, мог доработать на самом деле проход. Ноги, зацеп был такой. Подхватил он ногу. Да, на соседнем ковре у нас, в принципе, время одинаковое идет. Артур Ватим тоже выиграет с минимальным счетом 1-0. Проход в ноги от Кежика и 2 балла посадил сейчас Чимба. У ней был свисток. Свисток, да. 1-2-1. Да, сейчас уйдут на перерыв. Со счетом 1-2 пользуются те же Качембы на последних практически секундах. Забрал он 2 балла. Степан хотел с тобой тоже со зрителями поделиться информацией. Мне сегодня и Зир Келюш сделал подарок. Привез, подарил. Я его еще не открывал, но очень-очень приятно. Вот. Мы так с ним дружим тоже. Хороший парень, я говорю, симпатизирует. Вот так с ним начали после Алиевского турнира дружить. Я вам хорошую борьбу показал. Уже с ним по видеосвязи созванивался. Счет 2-1. Второй вперед. Счет 2-1. Второй вперед. Опять такое же действие делает. Летит в одну ногу. Очень хороший, да, проход. Да. Стремительный. И очень здорово отрабатывает. 2 балла взял. Сразу же, видишь, да. Пытался бросить. Да. Сразу. Корпус. И накат работает. Кежик. Удается сейчас защититься. Я один. Так, Зиру. Зиру. Зиру надо тоже попробовать провести свои атаки. На параллельном ковре пока без изменений один раз идёт Бартиев. Вот такие борцовские хитрости тоже не дают. Пойти в атаку. Встречает всё время Кежик Чимба. Да, Зир пошёл в атаку. Ищет захват. Ноги никак не может пройти, да, пока Тюлюш. В общем-то, атаку начать ему не получается, да. Он первый балл заработал в связи с предупреждением соперника. Ну, а Чимба дважды прошёл в ноги и вышел за спорю соперника. Кежик такой сконцентрированный, без суеты, без ничего, прям спокойно защищается. Да, 30 секунд, правильно. Сейчас. Кежико. Тюлюшу надо сейчас этот балл забрать спокойно, а потом уже работать на два балла. Да. Ну, или, в общем, за одну минуту надо два балла как-нибудь набрать. Всё время тоже атакует. Только не получается. Минута-минута, время тает. Балл хочет, по-моему, да, да, взял балл изверх. Да, сменим ей шанс, надо попробовать что-то сделать. Абитру надо, мне кажется, в такой ситуации всё-таки давать предупреждение. Конечно. Ещё балл дают, да. Но я думаю, что это абсолютно правильное решение. Ну, избегает борьбы за... Да, вообще. Один балл, один балл надо добрать и зиру. Ну, здесь надо свистеть и хотя бы предупреждать борца. Да, всё время вотать, ну, просто... Да, идёт вот так и зир. Да, последние секунды, но Кезик, да, всё-таки защищается. Да, с балл из... Да, ещё два балла. Подлавливает на ошибки. Успел? Не успел. Да, подал в руку. Дезертилюс. Да. 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 Очень сложная, конечно, была схватка. Артур Баттеевов тоже выигрывает. Ваде. Да. Кезика поздравляем с выходом в финал. Завтра он встретится с Артуром Баттеевым в борьбе за золотую медаль. Хорошая борьба была, ну и мы подошли к 70 килограмм, друзья. Курбан Шираев и Виктор Рассадин. Да. Да. Ну и параллельно у нас будет Константин Капрунов. И Загир Шахиев. Две спады. Две спады. Разорваться, да? Угу. Ну, я думаю, что и на ковре, на двух коврах борьба продолжится. Все шесть минут. Опытные борцы досрочных побед. Вряд ли мы увидим. Да. Там был челлендж, да? Снова. Схватки между Иранцем и Иранцем. Но все-таки Баттеев выигрывает эту схватку. И мы ждем полуфинал. Весит до 70 килограммов. Два полуфинала. Приветствуют наших борцов в трибуны. Виктор Рассадин. Как видите, выступает он под флагом Таджикистана. Перешел, сменил гражданство. Получил, вернее, гражданство, да. Курбан Шираев. Курбан Шираев. Готов Курбан Шираев, тоже чемпион Европы. Спортсмен борцовского клуба «Искра», друзья. И Виктор Рассадин долгое время был в тени. И, как мы видим, уже выступает он под флагом другой страны, Таджикистана. Поэтому Витю будем чаще смотреть на лицензированных, на рейтинговых турнирах, чемпионатах Азии и на чемпионате мира. Будем надеяться. Да. У Вити есть, конечно, шанс взять матч-реванш у Курбана. Ну, Курбан очень опытный. Да, последний раз они в полуфинале Кубка Ирыгина, да, Ивана. Встречались, да? Да, минимальный тоже разрыв был, насколько помнится тоже. Так, есть атака от Курбана. Мне кажется, здесь Витя как-то очень самоуверенно слишком начал, да, и даже к себе как будто подтянул, да, и тот прошел в ноги. Но, тем не менее, защитился. Хотя и сердце ёкнуло, конечно. Но пока он продергивает, очень активно начинает Виктор. Настроен, конечно, тоже очень серьезно. Понимает, что здесь уже шутки плохи будут. Так, свисток дают. Алексей Базулин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот как раз в 22-ом году они встречались. Чемпион Европы Турбан Шираев, ух ты, там Константин Капронов, да, взрывает трибуны. Там работает Константин Капронов. Есть активити тайм у Виктора. Пассив не действует. 30 секунд у него взять бал. Константин Капронов 2-0 ведет. И еще в партере там опасное положение, да? Да. Вы можете также посмотреть в Ютубе, да, параллельно два ковра. Да, на Брестлинге есть два ковра. Да, и на Ютуб канале Триумф. Один балл у Турбана Шираева. А, не нагнетают уже сейчас обстановку спортсмены. Все-таки решили. Ну, минимальный счет. В принципе, если Виктор со второго периода начнет активно действовать, он может тоже активити тайм заработать. Вот, это уже ему на руку пойдет. Силы надо распределить на все 6 минут. Мы, вроде, видим с вами минимально одну оценку. Один балл, да, за активный тайм. Но на три минуты сколько сил было потрачено, да? Да, конечно. Там был челлендж, я так понимаю. Параллельно, что нам на руку, да. Мы можем посмотреть концовку, если что. Вадим Семенов, Артур Константинов секундируют Виктору. Да, трибуны прям ликуют Витя, кричат. Витя, Витя, Витя! Слышите, да? Да. Поддерживают. Витя, 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 Витя! Отбрасывает ноги. Берет на обратный сразу. Да, ну, плотно взялся прям. Курбан, да, держится за ногу, защищается. Да, и переходит за спину. Здорово, здорово, здорово. Очень мощно сейчас, конечно, провел работу в партере. Два балла зарабатывает Виктор. 2-1 ведет эту схватку. Витя, 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 Витя! Хорошо дышать надо сейчас. Силы надо оставить на последние секунды. Очень непростой соперник, конечно, у Виктора сегодня в полуфинале. Вот таких и не будет, конечно. Да, зал ликует, друзья. Витя, 2-1. Мурана раз. 2-2 минуты еще. 1-2, да, выиграет. Поддерживает, да, трибуна, конечно, Виктора. Проход опять хорошо оттягивает. Виктор Осагин хорошо оттягивает. Здесь баллов нет. Ох ты! Да, засеет один балл Курбана. Курбан, балл да. Да, вытолкнул за ковер. Все увидел Алексей Базулин. Но, тем не менее, Витя все еще впереди, да, за счет двух баллов. Да, пока качество оценки пока выше у Виктора. А Капруно выиграл челлендж и 3-0 ведет. И там перерыв. А у нас минута 30 до окончания схватки. Да, по полторы минуты сможем успеть, в принципе, посмотреть. Виктору надо самому работать, самому, да. Здесь не надо полагаться на тактическое преимущество в виде, да, вот, по двух баллов, то, что он ведет эту схватку. Надо еще в атаке зарабатывать еще. Курбан тоже не просто приходится, как мы видим, да? Да, конечно. Два очень мощных борца. У Виктора хоть по соревнованиям такой простой был, да, полтора года, но все равно как. Мощный. На чемпионате России с ним виделся, разговаривали. Как хочется, говорит, выйти на ковер тоже. Да, как говорится, лучше залечить все травмы до конца, чтобы они вот так не беспокоили по мелочам потом. 40 секунд остается. Надо Вики выбирать, выходить в финал. Да, 40 секунд. Курбан Шираев прекрасно понимает, что он проигрывает по качеству оценки. Пытается найти какую-то брешь у Виктора. А Виктор разгоняет из атаки. Решающие секунды. Да, пойдет в атаку. Вика, Вика, Вика! Вика, Вика, Вика! Вика, Вика! 20 секунд остается. Трибуно ревуд. 18. Вика, 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 Вика! А не надо сейчас расслабляться. последние секунды не надо не надо уходить виктор да виктор 1 1 выдели вопросами но нам повод давать выигрывает при равном счете 22 но по качеству оценки виктор 1 1 выигрывает урбана шираева да мы можем перейти на ковер данной калинин и на константин капринов тоже 30 ведет 3-0 ведет у нас может быть и пуски финал в этом весе пока контролирует последняя минута идет этой схватки виктора мы поздравляем с выходом финал наконец-то мы увидели его схватку хорошей форме виктор константин капрунов ведет 3-0 и продолжает атаковать здесь да туда есть без оценки 35 секунд последние 30 секунд идут загиру надо что-то делать надо искать надо пробовать атаковать ищет захват загир близкий контакт пытается войти да и продергивает соперника но константин секунд остается очень твердо стоит на ногах капитан сборной республики сахаре путь и берет сам и берет за ногу да и надо доводить этот финал 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 да есть у нас финалы ту винс нет там будет финале но два ту венца есть их 57 а здесь прям вот все поезд любом случае остается один викутский это очень здорово но и дагестан тоже уедет дагестанский финал 57 килограммов до 7 здесь у нас ахмед идрисов и ранец гамзатов вот это была схватка конечно очень очень мощная схватка сложная константин капрунов и виктор рассадин завтра рассудят судьбу золотой медали весят до 70 килограммов а мы с вами смотрим повтор ярких моментов это и степан завтра будешь расслаблен весовой категории 70 килограмм расслабленный будешь весовой категории финале 70 или конечно нет я буду в любом случае переживать конечно за ребят но как обычно говорят в таких ситуациях будут болеть за красивый футбол да за красивую борьбу чтобы ребята показали красивую содержательную борьбу ну и константина мы тоже видим форме парень нам тимур бежоев анзор закуев на ковре уже до анзор закуев этим мур бежоев тоже хороших знакомые друг друга ребята да оба представляет представляет кабардино школу кабардино-балкарской до республики параллельно у нас давид баев ибо от бояр бацух в своей культуре до 74 килограммов тоже олимпийский вес навсегда у них такие тоже равные схватки у тимура и анзора тоже друг друга знают как я уже говорил виктор может стать шестикратным чемпионом шестикратный мы побить уже рекорд точно уже обогнать даже сложно будет но конечно евгений живая может из на следующий год приехать в прошлом году он ураганом пронесся да ты видел эти схватки тоже по 10-0 выигрывал причем состав тоже был очень серьезный в прошлом году олимпийский чемпион чемпион призер олимпийских игр минута прошла пока 00 кабардинская школа борьбы очень красивый край конечно да кабардина-балкария эльбрус горы анзор закуев 74 3 соревнования да как до 3 в этой весовой категории а параллельно давид баев за 40 ведет давид баев потихонечку набирает баллы и близится к финалу финал тоже опять подхватывает ногу и опять к центру ковра прям с ногой вытягивает здесь есть четырех бальный бросок еще давида баева 80 он уже повел в любом случае это будет очень интересный финал видимо баев одной ногой там но и его соперника мы узнаем здесь да и бежоев и закуев смогут составить конкуренцию тимур бежоеву опять же активе тиранза нет ну вернее за предупреждение сопернику не сделал активное действие в течение тридцати секунд и повел тимур бежоев 0-1 и еще за ковер выталкивать и бал тимура биджоева а 2 0 же счет уходит на перерыв давид баев тоже на перерыве не смог добрать он глобала сделать чистую техническую победу над соперником из монголии а а так продолжается борьба на второй период зору надо атаковать надо попробовать тимур бежоев также является мастером спорта по греко-римской борьбе по классической тридцать секунд пролетела 2 0 2 0 все контролирует тимур то следующую складку мы посмотрим уже на ковре б да да с участием тоже якутского борца романа николаева его соперником станет лаислав лапаев еврейский автономная область 2 минуты остается в этой схватке пока ничего не не дает делать дизоев давид баев добирает еще два балла сейчас становится 10-0 чистая техническая победа поздравляем ханты-мансийский автономный угол поздравляем северную сетью аланию давид баев финале юбилейного турнира коркина дмитрия петровича полторы минуты 0 2 также тимур бежоев выигрывает один балл получил за активе тайм второй балл вытолкнул за ковер еще балл дает нас я еще балл дает не заводить льда видимо не поддержал решение арбитра и балл не дали 20 идет по-прежнему бежоев и последняя минута андзор закую хорошо проходит ноги надо попытаться одну атаку как он сделает слишком хорошо друг друга знают да барна прям каждое движение это чувствуется прям самом деле 15 секунд время тает очень сильно 10 секунд остается третий раз выигрывает тимур бежоев поздравляем кимура с выходом финал и завтра ждем его сходку с давидом баевым интересно очень схватка нас ожидает а мы переходим на ковер b здесь у нас будет бороться в лейстов лапаев и роман николаев роман николаев весной в марте стал призером турнира романа михайловича дмитриева турнира юниоров молодой парень соперник лайслав лапаев родом из величского улуса роман представитель черопчинской школы вольной борьбы такой рослый парень это весовая категория 79 килограммов как видите да гораздо выше соперника лапаева из барабиджана постарше будет лапаев по опытней на соседнем ковре у нас тоже интересная схватка гаджи мурат алихмаев и алица каев да право же ноги отдать николая никола николаева романа да в одну ногу прошел плотно поднимает пытается подсечку сделать до дорабатывает за пальцы нельзя подсказывает арбитр ну наверное не надо сейчас за ковер туда да есть два балла в колене на ковре два балла есть работает в партере спокойно пока ведет 2-0 в первую минуту заработал эти два балла роман да на самом деле ну я у меня были тоже опасения конечно что 70 килограммов состав действительно сильный был да и чемпион европы и чемпион мира но все же удалось 70 удалось я думаю завтра здесь на якутский финал 70 килограмм будет очень много зрителей болельщиков любителей борьбы работает роман получилась сейчас выйти за спину четыре последняя вернее минута первого периода сейчас начнется и 1 еще уталкивается ковер еще берет балл михаил дмитриевич пахомов директор республиканского центра спортивной подготовки сборных команд ну и конечно же олимпиец Александр Николаевич Иванов серебряный призер олимпийских игр тоже внимательно следит за схватками и кстати поскольку я помню Селимов тоже да рядом из Беларуси прилетел тренер сборной команды по греко-римской борьбе главный да почетные гости ну и завтра у нас будет и Хаджумрад Гацалов еще ну я думаю что завтра мы все увидим на открытии здесь будет очень красочно красиво тоже ведущий Гиви да Гиви Твалтвадзе будет ведущий очень яркий шоумен как сейчас принято называть да 4-0 друзья после первого периода уверенно ведет Роман Николаев вот пока схватка под его диктовку идет делая действия доводит их до конца на параллельном ковре у нас 1-0 да пока счет да 1-0 Хаджумрад Алихмаев лидирует да здесь бездействие в партере вытолкнул 4-0 да да 4-0 проход в ноги от Лапаева уже в свою очередь еще переворот 4-4 еще 6-4 вот это да попался но неопытность сыграла 4-4 и ведет уже Лапаев это поворот что называется да мощный парень сразу же взял захват перевернул соперника заработал в этой атаке 4 балла а 6-6 2 балла еще должны были дали еще в обратную сторону да 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 6-4 а и трибуна начинает поддерживать скандирует имя Романа надо собраться немного конечно удивленным выглядит Роман но это уже взрослая борьба здесь надо нельзя ни в коем случае расслабляться вел 4-0 уже может подумать да одна ошибка и уже да счет 6-4 уже надо добывать Роману 2 балла защищается Лапаев минуты 40 ну и подустал видимо Роман да пока активных действий от него пока не видим думает как бы начать атаку пытается взять сейчас захват минута последняя сейчас пойдет гаджи мурат алихмаев выигрывает как травма алицакаева алицакаева да сам его выносит прям помогает нести да пожелаем здоровья алицакаеву 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 40 секунд остается да да встречает все время лапаев ну свисток надо давать 30 секунд 30 секунд здесь надо 20 да пассив дают но 1 балл у романа и за ковер выталкивает 6 6 насколько я понимаю да но по-прежнему ведет лапаев за счет качества 76 нет сейчас через 6 да конечно нет там 66 конечно куда балл до 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 Так, две золотые карточки мы видим. Так, две золотые карточки мы видим. В любом случае, не нам это решать. Подождем судейского решения. Ну и в следующую схватку, да, давайте посмотрим, кто у нас на очереди. Да, Дергун Сергин, да, и Таджуддин Мухтаров. А, нет, Артур на айфонах и Дмитрий Зайнудинов. Да, да, все правильно, да. Нет, сейчас поменяет, 6-6, да, что мы насчитали, да? Да. И ведет Лапаев, но 11 секунд есть, сейчас будет свисток. И последняя атака Романа. Надо, надо, надо до конца доработать. Да, выходит за ковер один балл. Пять секунд еще осталось. Да, ну вышел за ковер. Коснулся рукой. Пять секунд. Челлендж. А что там? Нарушение какое-то в атаке или что? Ну, посмотрим. И нарушение, то, что в партере у них они будут смотреть. Хотя, мне кажется, нет там. Роман-то не был в партере. Если оба в партере, тогда да. Так, если ты там упал... Чанс решаться. Ну, посмотрим, давайте, да. Мне кажется, рабочий балл будет. Да, рабочий балл, в принципе, да. Вот, да, поднимается и... Ну, я не знаю, один балл здесь точно можно дать, я думаю. Это же атака была. Но в любом случае, либо ты уходишь за ковер. Арбитры решат. Ну, а следующая схватка, как мы сказали, у нас будет с участием олимпийского призера Артура Найфонова и счастливчика Дмитрия Зайнидинова. На перерыве с ним разговаривал, он говорит, опять поедет через месяц на Романа Дмитриева, где миллион разыгрывался. Опять хочет попытаться, испытать свою удачу. Это турнир Александра Крылова. А, Александра Крылова, то есть, да, Александра Крылова. Он новый, да, турнир, он второй год сейчас будет проводиться только. Память, да, Александра Крылова. Ну, вышел здесь за ковер. Да. Очень красиво выглядит, да, вот, смотрим зал отсюда. Да. Освещение тоже. Да, все сделано на высшем уровне. Завтра на финалах и на церемонии открытия, да, я думаю, что будет просто очень хорошая здесь атмосфера будет. Настоящая борцовская. Церемония открытия. Да. Спасибо. 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 КОНЕЦ Да, тоже такой спорный момент. КОНЕЦ КОНЕЦ Да, челлендж проигран. 8-6 счет и 5 секунд. КОНЕЦ Встречает соперника. Все. Свисток. 8-6. Роман Николай в финале. Поздравляем молодого борца. КОНЕЦ Но это борьба, конечно, здесь никогда не бывает без эмоций. Особенно, да, в такие ответственные моменты, да. Каждому хочется выиграть, конечно, да. Но друг другу руки по зале, все нормально, да. Вот, смотрим. Яркие моменты схватки. Интересная схватка, кстати, случилась, да. Такой с развязкой, со всеми делами, с валидолом. Как наставим. Ну, я практически себя чувствую, как будто мы в финалах сидим, да. Такое ощущение возникает, да. Потому что, да, здесь уже борьба за медали уже идет. Понятно, что завтра уже мы узнаем, кто станет чемпионом, кто серебряным призером. Но в любом случае, ты уже в призерах. Ну, весовая категория 86 килограмм. Олимпийский вес, друзья. Артур Найфонов и Дмитрий Зайнединов. Интересная схватка. Ну, и параллельно Малик Шаваев, да? Да, Малик Шаваев. И Аманул Агаджи. Магомедов. Магомедов. Зайнединов. Красноярск. Интересная схватка. Ханты-Мансийский автономный округ. Параллельный зачет Северной Осетии Алани. Так, Артур за собой занимает сразу центр ковра. Ух ты. Попытался срыв атаки. Да, срыв, срыв. Да, попытался на бедро кинуть Дмитрий Зайнединов. Да, Дмитрий тоже очень бросковый, с ним тоже надо быть. Ачеку, да. Да. Аминь. Тверхкарственный чемпион Европы. Олимпийский призер. Да. Два балла берет Артур Нейфонов. Еще два балла на кат. 4-0. Да, должен быть очень зол на себя. За золотом, очевидно, приехал Артур. В прошлом году он, Владислав Валиеву выступил. На последних секундах прям подготовил таких спортсменов техничных. Только так и выигрывать надо какую-то заготовку на последних секундах. Владислав, конечно, технически очень грамотную схватку провел. Опытный, конечно, борец. В этом году он, кстати, был в финале 92-го. В финале чемпионом стал, сейчас на мир едет. Да. Сейчас через двое слава. Да. Сейчас увидим на мире его. Тактически очень грамотно. Ну, это был такой мастер-класс. Кстати, из победителей, значит, прошлогоднего турнира Дмитрия Коркина сколько у нас участников чемпионата мира получается? Седаков, Джербаев, Валиев? Ну, как минимум, три. Ну, можно Шамиль Мамедов сказать. Да, я был Мажет Кудив, участник на самом деле. Чемпионат, финал, целый финал 65 будут участвовать на мире. Я был Мажет Кудив и Шамиль Мамедов будут участвовать. Это да. 57. Ариан Тютрин будет тоже участвовать, да. И Эртега будет участвовать. Поэтому, если взять почти... Весь этот финал, да, все финалисты практически. 61. Абаз Гаджи Магомедов. Тоже. И все претенденты на медали, конечно. Вот какой у нас был состав-то в прошлом году тоже. В этом году, конечно, у нас параллели вот эти, конечно, с чемпионатом мира. Да, если бы не было параллели чемпионата мира, то здесь бы все были бы. Чемпионат России бы отдыхал. Мощный был бы турнир. Так, Амалик Шаваев пока выигрывает с минимальным счетом. 1-0. Аманулу Гаджи Магомедова. Второй период у них уже идет. Ну, а после этой схватки как раз вот Миргун Сергин, да, на ковре. И Тажудин Мухтаров. И Тажудин Мухтаров. Он финалист, да, в этом году? Финалист, да, в 92. Вот он, кстати, Владиславу Валиеву проиграл. Причем очень равная. Прям вот равная борьба была. Тоже на последних секундах опять Владислав Валиев включился. Потом 97 Шамиль Мусаев, Аюр Немаев и Абалфази Бабалу и Аргилох Дагвадор, Монголия и Иран. Мы посмотрим, да, наших соседей Бурятия Аюр Немаев и Дагестан Шамиль Мусаев будут бороться. 97, а 125 мы посмотрим схватку с участием уже иранца Амиризы Масуми против Зелимхана Физриева. Вот столько у нас схваток сегодня осталось. Но на одном дыхании, согласитесь, все пока смотрится. Очень классные поединки. Обрадовали, конечно, нас, наши ребята и Рассадин, и Капрунов. Малик Шаваев 7-0 Аманулу в этот раз. Малик Шаваев тоже хорошо подошел. Все схватки уверенно выигрывает Малик Шаваев. С хорошим счетом. На Айфонов 5-0. Да, выталкивает еще Дмитрия за ковер. Кстати, опять Базулин на ковре. Это как для борцов. У него сейчас пуш-пушка идет перед чемпионатом мира. Ему надо сейчас тоже практику проходить. Одна минута остается. Уверенный счет у Артура тоже тяжело баллы забрать. У него хорошая защита. Аманулу, я смотрю, вот в Якутске чуть не в той форме подошел. Может, и с Кайбулой Гульмагомедовым отборолся 1-1. Да, за 6 минут просто были баллы взяты за активити тайм. Два балла еще добирает Малик Шаваев. Это счет 9-0 уже. Одного балла не хватает до чистой технической победы. Да, буквально вот на России недавно, да, Аманулу Агаджи Магомедов выиграл Артура Найфонова. Причем очень уверенно и технически вел. С большим отрывом на лопатки на туши положил. А сейчас Малик Шаваев. А здесь у нас схватка завершается. В счете 5-0. Свисток. И Артур Найфона в финале. А Дмитрий Занединов будет бороться за бронзовую награду. Очень тепло приветствует Анура Найфонова, олимпийца. А параллельно Малик Шаваев выходит в финал. Да. Завтра интересный будет финал Шаваев. Малик Шаваев и Артур Найфонов. Ну а мы перейдем на коверце, где будет бороться Нергун Сергин против финалисты чемпионата России этого года Тажудина Мухтарова. Молодой парень, да, насколько я знаю, Тажудин совсем молодой еще. Он на первенстве тоже боролся, по-моему, в России, да? Хороший иранец с Соланом Багаевым тоже встречается. Свисток. Свисток. Свисток началась. Свисток. 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 30 секунд прошло сергин центр комра прям занял тоже вяжет руки без оценок поактивнее поактивность действует нюргюн движение показывает проходы в ноги до предупреждения пока устная мухтарова набирает набирает все время напирает нюргюн сергин пытается и шею руку отключить 30 секунд на вторую атаку на проведение действия на счет открыт 1-0 пользу нюргюна сергина да спортсмен на соседнем ковре на центральном спортсмен из ирана выталкивает алана багаева за ковер за зону тоже забирает один балл дюргюн сергин подводит краю ковра ши 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 периода красивый кадр до портрета петровича и судья кстати тоже олимпийской категории на ковре работает из монголии он наверно тоже будет работать на чемпионате мира есть проход мухтара ташудинова ногу пытается доработать бал бал 1 1 до выталкивается ковер мощно на юн сергин занимается в обладе кавказе желаю тоже со своей супругой владе кавказе и занимается есть проход хорошая защита сергина две минуты еще бороться но трибуны подстёгивает и дуна этот раз до 40 да не надо тоже пробовать атаковать тоже не мухтаров сделал хороший проход ногу доработал вытолкнул за ковер нюргина показа активити тайм один балл тем временем параллельно фирускор иранец выигрывает со счетом 5-2 набирает набирают набирают баллы близок он к выходу в финал здесь у нас все решится вот последней минуте пока ведет мухтаров это счет равный 1 1 равная борьба пока идет но надо уже последние силы оставлять на ковре 50 секунд кстати 30 секунд далее мухтарову да еще один активе китай повесили на сейчас будет в атаку идти мухтаров 30 секунд времени что много конечно да не буду сейчас надо вот за спину но не только за защиту да 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 забегает за спину конечно правильно делай посадку забирает 2 балла 4 1 он близок к выходу в финал при том что в полуфинале ему противостоит на это россия серебряный кризис нам забирать схватку и выходить в финал против иранца я так понимаю да 9-2 иранец выигрывает нюргун сергин поздравляем нюргуна с выходом в финал весовой категории до 92 килограммов сложная но достойная победа есть уже три финала за золото в республике саха-якутия с тем учетом что в 70 килограммов и пуске финал трех весовых категории до финалисты да очень такая мощная атака была здесь 2 все-таки один балл только отдал здесь вот яркие моменты этой схватки вот здесь да ну над там надо было конечно же видно вот подустал тоже в концовке а тут кстати освещение тоже интересно включили да но завтра финалах мы все увидим итак у нас остается еще две весовые категории две олимпийских весовых категорий 97 и 125 килограмм да мы посмотрим сейчас схватку весовой категории до 97 с участием аюра немаева и шамиля мусаева два россиянина бурятия и дагестан ковер бы центральный ковер а юр немаев тоже из борцовской семьи парень молодой тоже боролся хорошее испытание был для него шамиль мусаев тоже у воровский спортсмен советовский на кубке сотрудничества боролся с абдул-рашидом садулаевым уже брал баллы поэтому хорошую борьбу показал минута пролетела пока по нуля по нуля причем на двух коврах и в кандидаты мастера спорта ну и заслуженный мастер спорта ухты вот это да даже 5 баллов вот это два балла еще 6080 ну и завершает это схватка миссу сальдо молодой еще аюль немаев а параллельно у нас там 10 пока в пользу иранца оболь фазе бабалу посмотрим сначала поздравим сэмиля мусаева с выхода в финал уверенная красивая победа аюль немаев будет бороться за бронзовую награду нашего турнира о да как поднимает да там тоже досрочная победа бабалу иранца завтра у нас ждет очень интересная схватка в этом весе тоже иранец и шамиль мусаев да тоже выиграл технически 10-0 до оба досрочные подарок уже два иранца финалах да и так понимаю и сейчас мы посмотрим еще сейчас тем еще одного до иранца на коврец александр николаевич видите да да сидел все схватки смотрит иванов и михаил дмитриевич тоже главный организатор этого турнира республиканский центр спортивной подготовки сборных команд республики саха якутия и малик селимов сборной беларуси греко-римской борьбе а заключительно у нас две схватки друзья да еще челлендж пока он мне кажется там челлендж ничего не решит притом что 10-0 ведет счет да степан уже успел перестроиться по времени до успел уже восстановился первые дни были тяжеленькие ну нормально завтра тоже опять же напомним 8 утра у нас тоже уже работа начнется взвешивание потом мероприятия по вызову финалистов да будет да и в 11 утешительные встречи ну и финальные церемонии открытия финальные поединки с 18 так что насыщенный день завтра тоже с 8 утра я думаю до 9 как минимум вечера все завтра будет так что надо отдохнуть так а у иранца забрали баллы а кстати да а почему почему все баллы то забрать видимо он скрестный захват или откуда то сколько он баллов то набрал 8 баллов и такое видимо бывает но тем не менее он ведет 2-0 значит мы досмотрим эту схватку Дагвадор спортсмен из Монголии его соперник его соперник а а а а а а второе вперед помощь медицинская нужно спортсмену с монголии борьба у нас второй период а смотрели мы соседний ковер И Юра Немаева, поэтому не знаю, почему забрали 8 баллов, что конкретно происходило на ковре. Ну, выталкивается ковер, зарабатывает еще балл спортсмен из Ирана. Минута 30 до окончания этой схватки еще. Ведет Иранец. 3-0. Минута 30 до окончания этой схватки. И мы еще остаемся, Степан. Вот, ну, боль. Да, 15 секунд. Последние секунды остаются. Все контролируют. Иранец. Все контролируют. 3-0. Ну, и завершающие поединки нашего первого дня. Спортсмен из Ирана. Да, мы ковер-ц посмотрим, да? Да, ковер-ц. У нас тут международная схватка. Россия. Зелимхан Хизриев. И Иран Амириза Масуми. Это мы ковер-ц. Да, все-таки посмотрим здесь. Иран Амириза Масуми. Да, все-таки. Субтитры создавал. Иран Амириза Масуми. 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 Пока по нулям у нас счет. Встреча еще не открыт. иранцы кстати в тяжах очень хорошо набирают как они там и по юниорам то как вот так хорошо 4 балла из риф это бросок подловил вроде так в атаку плотно пошел иранец мощный дать имя но в шоке и подловил на броске до 1 балл есть очень активно борется масуми работает просто очень активно и останавливается да да всегда набирает на своего соперника принципе на контратаке зелим хана вот не паять его и слова еще давать от 2 на 1 балл вот иранцы вот это да мощь это мощь параллельно анзор хазереев 1 0 ведет борьбе с составом посенок посенком даже травмировался что ли ну да помощь медика нужно здесь прям легко так физически сильнее прям поднимает прям да вот это да представляет за него какая мощь это гранцы да по функционалу по функционалу очень сильные вот досмотрим и видимо повредил ребро из риф продолжается схватка много кто пишет тоже соцсетях то что оформление на уровне мира на уровне чемпионата мира на уровне чемпионата мира и еще один балл зарабатывает да по мне да вот он функционально не иранцы могут да и среди взрослых у них тоже ребята есть каждой беседа и в тяжах тоже амир зарел нужен много сейчас титулов да получается один из лидеров мировой тоже дальше на мир едет один из лидеров вот растет на смену молодой парень ну смотри просто подходит прямо до поднимает до выталкивает включается прям вам прям трактор смотри есть еще это 4 балла до 84 вот эта мощь на карту осоломлен немного и зреев он еще и травмирование да вот это да вот это муж от реаги дура какой-то для меня это просто конечно и кстати момент такой был где иранец сам сам призывал дать меньше баллов ум гри дайте один она чтобы борьба продолжилась 84 84 а проиграл 0 4 это первый период еще целую минуту практически бороться первого периода а ты представляешь да вот с таким борцом 6 поднимает опять пожалели наверно люди которые не увидят эту схватку до смотри как два балла наберет 10 4 работает смотри в партере а отзор старший брат 2 0 2 0 выигрывает по активе китайм 2 но 2 балла взял завтра видимо со старшим братами встретиться возможно да а завтра старший брат будет наверное бороться с иранцем но еще ничего потерь ничего не потеряно еще второй период он зелим хана тоже надо включиться и снова закалю да но здесь не дает а кстати тренер который постоянно тоже нам приезжает он насколько я понимаю он тренер молодежки иранской и вот постоянно к нам приезжает чтобы наборовались ребята набирались международного опыта нравится им выступать в якутске я так понял вот здесь подловил смотри раз они здесь это уже контратаку иранца осмотра за один бросок был со стороны и физически 4 балла и функциональный конечно чувствует и ранить себя лучше просто какой-то стивсон до из ирана туза такой же мощный вообще ну смотри как как нишу он представляешь какие-то тяжелые по руки да обзор хизри выходит финал 2 но иного горкинского турнира сейчас конечно пойдет болеть за младшего брата зелим хана хизри его понимает что большой счет проигрывает да вот сразу присел возле ковра у конечно одним глазом тоже наблюдает за иранцем чем его сильные стороны до изучает возможного соперника по финалу да еще добирает видно уже подустал сильно подустал уже зелим хан только них из рифа еще две минуты смотри как резко подрывается спортсмен из ирана идет сразу же центру ковра до доктора вызвали да и травмирован еще был да но травму видимо ребра получил так продолжается борьба у нас еще бороться две минуты арансу до технической победы не хватает 3 балла а продолжает продолжает шумговать навязывать свою борьбу подводить зоне ковра за ковер да да за ковер улетел прям упал туда получается что за города до мощи очень много и минута бороться еще бороться зелим ханг из риф пока досрочно не хочет да еще выталкивает один балл одного балла не хватает и не может уже пойдем так вот это не может 14 4 техническая победа вот так вот так таким мощным поединком завершается наш первый день мы узнали имена финалистов все финалы облики саха якутия у нас четыре борца финала в трех всего категориях не секундский финал есть чему порадоваться есть чем поздравить наших болельщиков поблагодарить всех за внимание и степан конечно тебе большое спасибо в очередной раз поехал и снова включился что называется посвящение нашего самого крупного мероприятия самого любимого турнира до самого крупного не только в республики саха якутия что коркинский самый крупный вообще турнир в россии вот этого не с иваном и рыгином однозначно но призовые и организации здесь конечно лучше иван там тоже неплохо проводит умеет проводить турниры провода степан ну давай прощаться но ненадолго завтра уже в 11 часов мы начнем наши утешительные схватки но в 6 часов у нас церемония открытия плюс финальный поединке самое главное все спасибо всем всем удачи всем пока пока до завтра пока